Продолжим обсуждение политического сезона. Позицию власти мы уже сегодня услышали. Теперь обсудим, чего ждать в новом сезоне от оппозиции. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Правительство готовится все-таки поднимать цену на газ для населения. Вот по вашей оценке, так уж неизбежно это решение? Да нет, конечно. Этого никогда и в мыслях не было. Когда я был министром энергетики, поднять настолько стоимость газа. Восемь раз подняли стоимость отечественного газа. И я когда слушал выступление премьер-министра, я категорически не согласен с его подходом. И вообще с той позицией, которую занял сегодняшний режим по отношению к собственным гражданам. И люди должны понимать, что произошло. Почему вот так задирают цены? Страна наша потребляет примерно 30 миллиардов кубов газа, из которых 15 добывает сама, а 15 это газ покупает импортный. И действительно предыдущее правительство, правительство премьер-министра Яценюка, подписало меморандум с МВФ и обязалось стоимость газа собственной добычи приравнять к импортному газу, что делать было категорически нельзя. А сегодняшнее правительство этой уже позиции придерживается. И не поставило опрос перед МВФ, что так делать нельзя. Что произошло? Себестоимость газа собственной добычи 15 миллиардов полторы тысячи гривен, а импортный газ стоит 300 долларов. И они взяли и подписали свое меморандум, что газ собственной добычи будет равен стоимости импортного, 300 долларов. И вот эти деньги берут с людей. Потом сказали, что мы дадим субсидии. В бюджете предусмотрели около 40 или 60 миллиардов, 67, если память не изменяет. И этого на 15, а то и 20 миллиардов не хватит, чтобы обеспечить всех, кто нуждается. Сейчас начали резать эти субсидии, поскольку в бюджете не хватает, не хватает денег. И вот к чему пришли. Поэтому я категорически не согласен с таким подходом сегодняшнего режима. И считаю, что надо, наоборот, снизить в два раза коммунальные тарифы. И это объяснимо, потому что хотите единую цену, мы тоже выступали за единую цену. Я ввел переговоры с МВФ, и у нас была абсолютно понятная идеология. Берем стоимость газа собственной добычи, стоимость импортного газа, смешением, делаем единую цену. И исходя из этого уже рассчитываем тарифы. Если так посчитать, то стоимость коммунальных услуг будет снижена в два раза. Вот так и надо идти. А не выдумывать какие-то там объяснения, валить все на попередников, как обычно там придумывают какие-то мифические долги. А с 2014 года по 2018 набрали примерно 25 миллиардов долларов и увеличили долговую нагрузку очень существенно на страну в целом. И это уже вина сегодняшней власти. Хорошо. Но судя по всему, скорее всего, повышение цены на газ все-таки не избежать, судя по заявлениям, да, в том числе и с кабинета министров. К чему это может привести? Первый мой вопрос. И второй вопрос. Хватит ли у государства средств на сегодняшний день, чтобы хотя бы субсидии давать всем тем, кто в них нуждается? Однозначно средств не хватает, поэтому начали резать субсидии. Вот то, что говорят в сюжете эксперты, это правда. Более того, придумали такую норму, что если у человека из-за должности по коммунальным услугам в 340 гривен, представьте себе, не вовремя дали платежку, не вовремя сдали. Это вопрос одного не вовремя плачевого счета. Да, это 2-3 недели. То человек не лишается субсидий. Вот такими искусственными мерами на 2 миллиона домохозяйств собирается уменьшить количество субсидий. И это целенаправленно, абсолютно безответственная политика сегодняшнего правительства. И я думаю, что они настолько критически зависят от АВФ сегодня, допустили до такого, что они будут поднимать цену, это приведет к социальным волнениям. Причем первое требование МВФ, понимая, что уровень коррупции ужасающий и украдут все, что им дай, потребовали сначала сделать антикоррупционный суд. Долго обрыкалось сегодняшнее руководство, не хотели этого делать, боялись, потом все-таки сделали, хотя он их не спасет. Но второе требование, это повышение стоимости газа собственной добычи для населения. Что уже сделали сегодня? Это только собираются делать, а сегодня уже на 20% повысили стоимость газа для промышленности. Что это значит? Газ занимает существенное место в себестоимости практически всех товаров первой необходимости. Начиная от хлеба и кончая сахаром. То есть это сразу потянет рост цен на эти товары, а сразу за ними пойдут все остальные. То есть это повышение цен, это ухудшение жизни людей, то есть это тоже нельзя было делать. И то, что довели, что формально государственная компания «Нефтегаз Украины» не подчиняется ни государству, я уже не беру там правительство, ни президенту, а руководится извне, вот это вторая дикая ошибка, которую допустил сегодняшний режим. Они не могут руководить, не могут контролировать цены, что беспокоит и раздражает всех людей. Поскольку каждый день человек сталкивается с ростом цен. Юрий Анатольевич, есть уже много инициатив по изменению госбюджета на этот год, то есть текущего года. Что реально может и должно быть принято? Как Вы считаете? Я считаю, что мы не должны повторить того, что было сделано в прошлом году. Понятно, что наша фракция не голосовала за прошлый бюджет, но что сделали? Резко увеличили финансирование всех силовых структур, примерно на 21 миллиард. И на ту же сумму обрезали социальные выплаты. Социальные выплаты по всем категориям. Военные пенсионеры, чернобыльцы, афганцы, все пострадавшие в результате внешних обстоятельств, они не получают существенной помощи от государства. При этом увеличили выплаты на силовые структуры. То есть банально строили полицейское государство и продолжают строить с бедным населением. Вот это мы не должны допустить. Мы, естественно, будем смотреть за проектом бюджета и будем протестовать, если будет опять попытка еще дальше продолжать такую же политику. Потому что парламент ушел на каникулы, а к нам пришли сюда чернобыльцы, у которых на руках решение конституционного суда по иску нашей фракции по возобновлению социальных выплат. И правительство сегодня игнорирует решение суда и допускает уже криминальное преступление, не выплачивая этим людям социальные выплаты, которые они обязаны получить по закону. Вот такого не должно быть. Понятно. Спасибо за этот разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Спасибо.